Наши дети играют среди химически опасных отходов. Более 120 вредных веществ содержат в себе старые автопокрышки. Об этом сообщает Роспотребнадзор России. Как борются с лебедями из шин в дошкольных образовательных учреждениях нашего города и кому они помешали, выясняла корреспондент программы «Челны-24» Ольга Ефремова. Десятилетиями использованные автопокрышки служили детским садам клумбами, заборчиками, элементами декора. Например, некоторые умельцы делали из них даже животных или птиц. Сегодня же от старых шин стали избавляться. Нужны они на детских площадках? Либо эта резина действительно опасна? Мнения челнинцев на этот счет разделились. Они не представляют эстетические ценности. На мой взгляд, некрасиво. Мы все платим налоги. Мы платим за детские садики. И поэтому те деньги, которые собираются, должны идти непосредственно на эти вещи. А то получается, что сейчас они запретят, уберут, и в итоге дети не получат этих даже самых примитивных игровых условий. Нижнекамские люди живут вон всю жизнь. Таши дешины делают ничего, никаких опасностей. Своё мнение на этот счет и у членов организации «Родительский контроль». Конечно, эта идея неплохая – убрать шины. Но опять-таки, вот эта идея, она может довести до абсурдов. Есть вероятность того, что у нас сейчас овраги, леса будут вот в этих разукрашенных шинах. И что в итоге сейчас? Ну, пластиковые ограждения сделали. А где гарантия то, что от этих пластиковых ограждений не исходит та же какая-то радиация? К слову, сначала убирать эти покрышки, а потом их утилизировать – это дополнительная головная боль для заведующих детских садов. Ведь деньги на эти работы не выделяются. На прошлой неделе мы начали работу выкапывать. Тихонько водовыкапываем, как время есть по времени. В нескольких участках еще только остались. Мы договор заключили по возрасту экологической компании. Вот они должны забрать. Вообще, с жалобами на использование старых шин на детских площадках в Роспотребнадзор обратились активисты из родительского сообщества Татарстана. Выразить свою позицию на камеру они отказались. Но объяснили, что сделали это в надежде на появление новых детских площадок вместо декорации из покрышек. Процесс обновления детских игровых площадок в рамках детских садов продолжается в течение этого года. На сегодняшний день более 6 тысяч вот этих форм шин было убрано. Устанавливаются новые обновленные мафы, то есть малые архитектурные формы, игровые площадки для детских садов. Эта работа будет продолжена. Появится ли новое современное и безопасное оборудование на детских площадках? Или же теперь детям придется резвиться на голой земле? Мы будем следить за развитием событий. Ольга Ефремова, Дмитрий Кравченко, Ильнар Мустафин, Челны24.